Девушки отдыхают Народными они называются, потому что их придумывал народ. Это такие сказки, как «Колобок», «Репка», «Курочка-ряба». А авторскими их назвали, потому что у них есть конкретный автор. Сегодня на уроке мы познакомимся с творчеством великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина и прочтем отрыв из его сказок. Александр Сергеевич Пушкин – один из самых любимых писателей в нашей стране. Родился он два века назад в Москве. Его отец Сергей Львович принадлежал к старинному дворянскому роду. Мать Надежда Осиповна Пушкина была начитана, прекрасно владела французским языком. С детства он был окружен заботой и вниманием родителей. Но особенно заботилась о нем его няня – простая крестьянка, мастерица петь песни и рассказывать сказки. Говор у нее был особый и певучий. Маленький Саша очень любил свою няню и называл ее ласково матушкой. А звали ее Арина Родионовна. Когда Александр Сергеевич был совсем еще маленьким ребенком, родители между собой говорили только по-французски. И маленького Сашу приучали к этому языку. Даже учителя французского ему наняли. А все же Александр Сергеевич больше любил с няней разговаривать. Бывало, начнет она сказки рассказывать, так он и не шелохнется, боится слово пропустить. На основе этих рассказов он создал свои сказки. Откройте учебник на странице 52-53 и рассмотрите иллюстрации. Я думаю, вы узнали эти произведения. Это знаменитые и всеми любимые сказки. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. И сказка о царе Салтане, о сыне его славном и богучем богатыре князе Гведоне Салтановиче. И о прекрасной царевне Лебеде. Проведем небольшую словарную работу. Какие же слова вам покажутся незнакомы? Итак, могуч – тот, кто обладает властью, силой, влиянием. Усач – тот, кто имеет усы. Изумруд – драгоценный камень. Я прочитаю вам отрывки, а вы послушайте. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь сине море, всюду веешь на просторе, не боишься никого, кроме бога одного. Это первый отрывок, ребята, из сказки о мертвой царевне и о семи богатырях. Послушайте, пожалуйста, второй отрывок. Час обеда приближался, топот по двору раздался. Входят семь богатырей, семь румяных усачей. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые. Ядра чистые изумруд. Вот что чудом-то зовут. Произведение Александра Сергеевича Пушкина можно читать и слушать много раз. Каждый раз наслаждаясь изяществом их языка. Как вы уже заметили, что сказки Пушкина написаны в стихах. Как вы думаете, трудно ли сочинять стихи, ребята? Ну, конечно, сложно. А хотите попробовать себя в роли поэта? Я думаю, что многие бы хотели. Для начала нужно научиться подбирать рифму. Ребята, давайте выясним, а что же такое рифма? Рифма – это созвучие концов стихотворных строк. Обратите внимание, в наших стихотворных отрывках рифмуются первая, вторая, третья, четвертые строки. Послушайте. Синий море на просторе. Приближался, раздался. Гуляет, подгоняет. Простые, золотые. Ребята, рекомендую вам потренироваться создать свои рифмы. Надеюсь, вам понравился урок, и вы с удовольствием будете читать сказки Александра Сергеевича Пушкина. И по желанию нарисуйте рисунок к одному из отрывков, которые я сегодня читала. Какой из данных отрывков вам понравился больше всего? Я думаю, что это отрывок «Белка песенки поет». Давайте вместе прочитаем данный отрывок. Данный отрывок, ребята, запомните и расскажите своим родителям. Подведем итоги. Если вы с легкостью ответите на следующие вопросы, значит, вы усвоили материал. Послушайте, пожалуйста, вопрос. С творчеством какого автора мы сегодня познакомились? Верно. С творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Отрывки из каких сказок читали? Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. И сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гведоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде. Всего доброго! Урок окончен. Здравствуйте, дорогие первоклассники! Тема нашего урока – ударение. Ударные и безударные слоги. Прослушайте стихотворение. Ударный слог, ударный слог, он назван так недаром. Эй, невидимка-молоток, отметь его ударом. И молоток стучит, стучит, и четко речь моя звучит. Ребята, запомните, ударение – это выделение в слове голосом одного из слогов. Например, радуга – ударение падает на первый слог. Малина – ударение падает на второй слог. Молоко – ударение падает на третий слог. Слог, который произносится в слове с большей силой голоса, чем другие, называется ударным. Другие слоги или слог называются безударными. Например, в слове «белка» ударение падает на первый слог. Значит, слог «бел» является ударным, а слог «ка» является безударным. В слове «кубики» первый слог является ударным, слог «ку», а слоги «би» и «ки» являются безударными. В слове «машинка» ударным является второй слог, слог «шин», а слоги «ма» и «ка» являются безударными. Предлагаю выполнить следующее задание. Поставь ударение в словах, найди слова, в которых первый слог является ударным. Итак, на картинке изображена белка. Произносим слово белка с ударением. Белка. Первый слог является ударным. На следующей картинке изображены ежи. Произносим слово ежи. Ежи. Ударение падает на второй слог. На следующей картинке изображен заяц. Произнесем слово заяц. Заяц. Ударение падает на первый слог. Также у нас изображен олень. Произнесем слово олень. Олень. Ударение падает на второй слог. Проверяем. В слове белка и в слове заяц первый слог является ударным. Выполняем второе задание. Необходимо разделить слова на группы. Ребята, вы догадались, на какие три группы можно разделить слова? Правильно. К первой группе мы запишем слова, в которых первый слог ударный. Во вторую группу мы запишем слова, в которых второй слог ударный. И в третью группу мы запишем слова, в которых третий слог ударный. Давайте проверим. Итак, в первую группу мы записали слова «речка», «ласточка». В данных словах первый слог является ударным. Итак, во вторую группу мы записали следующие слова. «Машина», «ромашка». В этих словах ударным является второй слог. В третью группу мы записали слова. «Колесо», «карандаши». В данных словах третий слог является ударным. Давайте с вами выполним интересное задание. Нужно изменить ударение, чтобы получилось новое слово. Было у нас слово «замок». Если мы поменяем ударение в этом слове, то получится слово «замок». В первом слове слог «мок» является ударным, а во втором слове ударным является слог «за». Поменяли ударение и изменилось значение слова. Следующее слово «атлас». Атлас – это те географические карты, по которым учатся ученики. Если мы меняем ударение, в слове «и ударение будет падать на второй слог», то получится слово «атлас». Атлас – это шелковая гладкая ткань. Ирис – это цветок. Ударение падает на гласную «и». И первый слог в этом слове является ударным. Если мы изменим ударение и поставим его на второй слог, то получится слово «ирис». Ирис – это такая сладкая конфета. Ребята, запомните, в русском языке есть одна гласная буква, на которую всегда падает ударение. Это буква «ё». Например, «ёж», «черемуха», «мёд». Соответственно, слоги, в которых есть данная гласная буква, являются ударными. Итак, ребята, сегодня на уроке мы с вами узнали, что такое ударение. И научились определять ударные и безударные слоги. Рекомендую вам выполнить самостоятельно упражнение 5 на странице 41. Спасибо за внимание. Урок окончен. Редактор субтитров А.Семкин